6 часов вечера пчелки летают пыльцу носят хотя и прохладно друзья всем привет приехал заниматься делами как видите нахожусь возле ульев натянул вировку по периметру где буду закапывать столбики дубовые там дубовые я думаю что по одному столбику будет достаточно для примерки взял даже вот доску это 4 метровая посмотрим отсюда примерно до лопаты хватает здесь значит будет как раз на проход а вот так я подготавливаю столбики на въездные ворота которые будут где-то вот в этом месте еще точно не знаю где так вот один коптится а второй я уже вот намазываю отработанным маслом масло довольно таки хорошо впитывается в древесину буквально уже наверное вот литра 3 ушло на вот этот вот часть дерева которого будет земле я думаю так она прослужит гораздо больше впитывается прям реально очень хорошо пропитываю все заливается вовнутрь почти как шпала будет и валиков раскатываю всеобще отлично ну вот решили короче с лёхом разбирать эту беседку она на самом деле с виду вроде крепко а внутри гнилая пустотела мягкая разваливается что получится то лёха заберет на дрова а что совсем не лота будет горать но она уже не годится особенно там вот внизу лежит на полу все сгнило здесь вообще вся гнилая опасное строение как говорится зайдешь крышу сделаешь она те накроет и будешь лежать в этой беседке да поэтому лучше ее убрать и сделать нового правильно лёха сказал вот смотрите с виду вроде как бы крепко а углы уже все гнилые полностью разваливаются в труху и так с каждым углом хотя вот отпилил здесь крепенько как бы а угол угол сгнил и так все углы в общем оставлять ее смысла нету а восстанавливать тем более жалко конечно такая конструкция до интересная такая необычная запил так вот делали под углом и в итоге сложили так сколько восьмигранник наверно получился до 2 3 4 8 угол такой подбирали как-то на станке делали вообще гниль полностью стало а сразу как пилил вот здесь думал может зря пилю а нет они вот здесь получается начи сухая а где вот здесь уже выходит затекала вода еще ну вот друзья на вот этом месте стояла беседка как видите чисто все аккуратно стало ничего нету вот все что осталось от беседки сейчас разжег костер догорает и вот те бревна которые вы видите лежат это на дрова они более-менее где-то сухие ну может где-то наполовину гнилые это все для лёхи на дрова все уже вот начинается благоприятно пора для пчел летают чистят улья вот и активно кстати собирает пыльцу вот с пыльцой летят уже вся пасека тут жужжит пчелки работают ах как красота носят пыльцу как так ну а я сейчас уже буду делать для них заборчик такой чтобы они чувствовали здесь я хорошо спокойно вот пометил здесь будет первый столбик на длину доски вот у меня 4 метровая так и второй где-то будет вот здесь как раз и будет такой как проход зашел сюда и там еще сделаю проход чтобы был выход к тем допустим пчелам когда отсюда туда или оттуда сюда красотища будет натянул вот вировку периметр чтобы копать столбики буду закрепляться с одной стороны к деревьям а с этой стороны столбы вот они стоят и и и и и и и и Сейчас столбики слегка обработаю маслом. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Такой слегка проход получился. Ну да ладно. Грунтовые воды высокие. Уже лунки позаполнялись водой. Сейчас принесу битого кирпича. И заполню на середину, наверное, кирпичом битым. Так же самое и здесь. Ну и сейчас еще накопаю. Блин, ям надо немало получается. Я думал, все-таки один столб и будет достаточно. Оказывается, что нужно будет больше столбиков. Ладно, столбы есть. Проблему решили. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Немножко повезло. Расстояние вот здесь между яблонями поменьше и достаточно одного столбика. То есть... Здесь 4-метровая доска и здесь 4-метровая доска. Ну а здесь будут проходы. Здесь... Здесь тоже один столбик. И вот здесь проход сделать, чтобы ходить к тем ульям. Вот так. Ну что, друзья, все, подготовили площадку для забора, столбики вкопанные, стоят там по два, по одному для калиточек, собачки вот отдыхают, хозяина, так, уже в следующий раз будем делать доски, здесь будут калитки для прохода к тем, ну и там, конечно, надо будет выкопать ямы и тоже вставить столбики, может сегодня, а может уже в следующий раз. Ну, с вами я уже, конечно, попрощаюсь, так как сейчас темнеет, видно, как обычно ничего не будет, поэтому, друзья, до новых видео, пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok